Приветствую вас. Вы пишете, я не знаю, как поступить. Анастасия, как поступить, чтобы что? Понимаете? Как поступить, чтобы что? Чего вы хотите? Какова ваша цель? Понимаете? Нужно определиться именно с этим вначале. Да? Если он вам дорог, если вы любите его, если у вас есть к нему чувства, то вам его нужно принять. Ибо он вот такой. Да, он не идеален, но он такой. И судя по его реакции, скорее всего он вас любит. Как это не парадоксально звучит? Иначе бы он не писал, не кидал вас в блог. Существует, конечно, вероятность того, что он ревнует. Существует вероятность того, что между вами есть определенные проблемы. Например, проблемы взаимопонимания, проблемы еще какого-то ролика, например, расстояния, что внушает ему недоверие, допустим, к вам. Вот. Но в таком случае вам необходимо, значит, выступать ему поддержкой. Просто потому, что другого выбора у вас фактически-то и нет, к сожалению. Вот. Ну, если так вот подумать. Потому что уж, коли вы любите своего мужчину, да, вот, коли вы любите его, то нужно вам как-никак адаптироваться к нему. И принимать его таким, какой он есть. Вот. Подумайте, вот, а вы, то, мммм, воспринимаете негативно то, что он делает. Ну, то, как он себя ведет. Почему? Ну, вы вы понимаете негативно. Как это напрямую, скажем так, задевает вам. Если задевает, конечно, вообще. Ну, в том, что задевает, я даже не сомневаюсь. Иначе бы вы не написали. Вот. Об этом также нужно подумать, конечно, вам. Потому что момент, ну, на самом деле важный. И именно вот для того, чтобы эту ситуацию разрешать. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психологии, гораздо важнее не то, зачем это ему. Как не парадоксально это звучит. Да? Но с точки зрения психологии, именно важнее для чего это вам. Именно вам. То есть, зачем вам человек такой, да? Который вот так себя ведет с вами, например. Понимаете? Вот. Это, ну, куда более важный аспект. Потому что именно ваша мотивация, да, именно ваша мотивация, ну, по факту обеспечивает, обеспечивает, обеспечивает наличие отношений. Понимаете? Потому что, ну, если бы не, если бы не вы, да, если бы не вы, то отношений бы, ну, скорее всего, не было бы. Вот. Поэтому вам необходимо, как следует, этот момент для себя разобрать. Потому что он важен. Этот момент. Вот. важен для понимания того, какое будущее у ваших отношений. Вот. Это именно то, что мне кажется важным вам сказать. Вот. Значит. Ориентироваться нужно на него, этот на себя, а не на него. И ориентироваться нужно на то, как лучше вам. А не ему. Соответственно. Потому что, ему может быть лучше, ну, ему может быть лучше, так как, допустим, хуже вам. Смотрите. Вот. И эта история, она закончится плохо. Тогда. Вот. 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 Вот так. Я думаю, вам можно ответить. Вообще, по описанию, очень получается так, что мужчина просто боится вас потерять. Вот. По описанию. Как это мне, мне вот, видится. Вот так, я думаю, другое дело, что это значит, для вас. Значит. То есть, ну, какое значение это имеет? Для вас. Вот. Вот. Вот это, да, это важно. Потому что, от этого едва ли зависит, опять же, будущее ваших отношений. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Удал «Симон»! Продолжение следует...